Андрей Викторович, с начала этого года уже произошло в регионе 1100, по-моему, ландшафтных пожаров. Цифра огромная. Почему так много и больше ли эта цифра средняя, статистическая? Если этот год брать во внимание, у нас количество природных пожаров, мы отмечаем, что несколько снизилось. Опять же, из-за того, что весна у нас затяжная, у нас было достаточное количество осадков и в виде дождя, и в виде снега. Но вот оставшийся период до наступления такой уже более стабильной ситуации, на майские праздники, прогноз, к сожалению, в этом плане не очень благоприятный. Причиной возникновения ландшафтных пожаров является человек. В результате неосторожного обращения с огнем, либо к каким-то причинам технологическим, либо из-за транспорта, электрические причины тоже у нас преобладают. Поэтому вся наша деятельность как раз и направлена на предупреждение, на профилактику, на доведение информации населению. Это в плане взаимодействия с гражданами. А вот по главной задаче, как раз вот, что мы как бы преследуем, к чему мы стремимся, это защитить населенные пункты, соответственно, и людей, которые там проживают, от крупных природных пожаров, которые могут перейти с соседних полей, либо с лесов. Здесь уже как раз задача, она в первую очередь органов власти, органов местного самоуправления. И здесь очень большое внимание уделяется этому и со стороны правительства Алтайского края и Главного управления МЧС. Вот, кстати, мы в эти периоды очень благодарны нашим ведомствам силовым МВД, Росгвардия, Россельхознадзор в плане пресечения как раз вот нарушений, связанных с пользованием открытым огнем и нарушений требований пожарной безопасности. Ну, раз мы уже заговорили о пользовании открытым огнем, да, и нарушениях, какие наказания существуют за палы травы, были ли уже в этом году какие-то прецеденты, штрафовали кого-то? Да, в плане административной ответственности, да, мы понимаем, что если серьезных последствий не наступило, это санкции, начиная от предупреждения и штрафами заканчивается. В прошлом году были внесены изменения в кодекс об административных правонарушениях, они увеличились практически в три раза. Сейчас составляют до 10 тысяч, это если в условиях особо обычного времени, и если введен особый противопожарный режим, как это вот сейчас у нас, это уже награждан до 20 тысяч, и требования там, естественно, гораздо жестче. Ну вот мы говорим, что у нас ландшафтных пожаров нынче меньше, но кого-то уже наказывали или нет? Да, у нас порядка 500 протоколов сейчас составлено. Естественно, мы стараемся подходить к этому взвешенно, правильно. Не каждого, да? Да, в большинстве случаев это пока предупреждение. Я вижу на карте, а вообще какие районы у нас наиболее пожароопасные в Латайском крае? Мне кажется, очень много. Ну это традиционно, так вот если с севера, это у нас Славгородский, Каменский район, Шлаболихинский район, Заринский район, Олейский, Рубцовский, Усть-Пристанский. Ну это вот, так скажем, зависит от того, насколько там в этих районах занимаются там вопросами сельхозпроизводства. Где-то больше полей на покос, ну вот от этого зависит. Где-то больше лесов, где-то меньше. Ну вот так в основном я вам сейчас назвал те районы, где больше всего регистрируется возгорание. В этом году уже были какие-то ликвидированы крупные пожары в природной среде? Ну один мы точно все знаем, но давайте еще раз напомним про это. Ну самый крупный пожар это лесной, который перешел к нам с республики Казахстан. Площадь более тысячи гектаров. Это серьезная площадь. Мы, так скажем, по сравнению с прошлым годом, в десятки раз меньше площадь имели. Хотя количество, опять же, лесных пожаров в этом году мы отмечаем меньше. Мы уже сказали, да, что в крае ведет на нас противопожарный режим. Еще раз скажите, что это вообще означает? Введение особого противопожарного режима предполагает введение еще каких-то ограничительных мер для населения. В первую очередь это запрет пользования открытым огнем. Для того, чтобы вот этот период пройти, он не такой длительный. И чтобы нам эти причины, так скажем, устранить, это вводится. Также вводится ограничение, запрет на вход населения в леса. И плюс там еще несколько ограничений, которые касаются сельхозтоваропроизводителей и предпринимателей. Ну а так в основном это вот два таких основных серьезных нарушения. Смотрите, сейчас у нас теплые выходные, достаточно много, там сколько, 4 дня получается, да? И температура 27-30 градусов. Люди наверняка вот пойдут все-таки на природу. Какие-то есть вот еще категорические запреты на то, что вообще категорически нельзя делать? Ну потому что все равно пойдут. И в лес пойдут. Ну на это я скажу, что для того, чтобы эти меры соблюдались, наши сотрудники в выходные будут все работать. И полиции, и Росгвардии. И те граждане, которые будут нарушать эти меры, они будут нести ответственность. Поэтому, ну вот, все о чем сказано. То есть категорически в лес нельзя? Ну то есть в лес можно, наверное? Нельзя, нет. Нет, нельзя? Нельзя. А раз... Я думаю, что в лес можно просто входить? Вообще входить нельзя, въезжать нельзя. То есть погулять даже по лесу нельзя? Ну, конечно, здесь может быть до каких-то абсурдных вещей не будем доходить. Если это где-то городской лес, опять же, есть понятие городской лес, есть федеральные леса. Но в первую очередь, конечно, эти ограничения касаются пользования открытым огнем. Ну а так, ограничения и на транспорте нельзя въезжать, и входить. В период празднования 9 мая на территории края действует особый противопожарный режим. Поэтому обращаюсь с просьбой не пользоваться открытым огнем и соблюдать ограничительные меры, связанные с запретом на разведение костров и сжигание мусора.